Друзья, всем привет! С вами Денис Гусев. Как вы знаете, я сейчас готовлюсь к Олимпии. Но я, как и любой другой человек, люблю отдыхать, тем более летом. И сейчас я со своей супругой Ксенией поехали на остров Маврики для того, чтобы отдохнуть недельку и продолжить свои тренировки и подготовку к Олимпии. Маврики – это островное государство, находящееся на юго-западе Индийского океана, 900 километров восточнее острова Мадагаскар. Маврики был открыт в 16 веке португальцами, в 18 веке перешел французам, в 19 веке перешел англичанам и в 1962 году получил независимость в составе британской короны. Мы сюда приехали для того, чтобы отдохнуть, потренироваться. Здесь я продолжаю свою подготовку к Олимпии, я буду тренироваться каждый день в зале. Также хочу освоить какие-то водные виды спорта. Например, попробовать кайтсерфинг. Ну и насладиться океаном. Сездить на рыбалку, поплавать с бельфинами. Говорят, что здесь сейчас брачный сезон кашалотов. Может быть, мы их даже здесь и увидим. Так что, если вам интересен мой отдых, приятного просмотра. Так, доброе утро. Время 7 утра по местному. И первый день мы приехали. В общем, сейчас мы должны посмотреть китов. Я вообще не знаю, возможно ли это или это какая-то местная разводка. Очень хочется увидеть вживую настоящий китов. Никогда их не видел. Поэтому сейчас мы погрузимся на лодки и поедем, поплывем. Надеюсь, нам улыбнется, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, какое радио круглое. Связь. Алло, алло. Ты на связи. Алло. Ну, на самом деле, такие зубки, они достаточно необычные. Я таких еще никогда не слышала. Притом, что они под водой. Такое, знаешь, не то чтобы поскрипывание, но вот, когда смотришь какой-нибудь Discovery, как они между собой общаются, вот такой вот зуб, но очень-очень где-то далеко, и он такой приглушенный за счет именно толщи воды. Ну, очень интересный. Ну, то есть они здесь есть? Ну, может быть, где-то далеко, но они плавают. Ну, там что-то такое. О, какой он огромный. Никогда я так близко не видел. Это куда, братан? Только не под лоскан, пожалуйста. Вот это сюрприз. Он нас толкает. Он нас толкает водку. Не надо. Он нас толкает. Один. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К нам гости пришли, такие гости, которые хлеб едят Костя, ты собираешься их кормить дома? Кормить прямо дома Их тут много прилетит, может быть не надо? Попроси, пожалуйста, выйти на улицу Давай, я сейчас нашел, покормим Денис заманивает свой ужин У него будет рак 2, 3, 7, 7 или 8 грудочек Осталось закрыть и словить, да? Ой, мне какая птичка прилетела, у нее такой хлоп там, интересно Вот она Птица Вот о чем я тебе говорю, что получается Что птичка? Денис Теперь в страхе Ты наступай Вы, вы, вы вытащите ее, сам Камин птичек на улице Вон там дальше В песочек, в песочек Приятного аппетита, любимая Спасибо, я думаю Ну, друзья, как это романтично С утра пораньше проснуться Сесть на против океана Слушать его шум припоя Смотреть На любимую приготовил завтрак Да, смотреть на восход, смотреть на горы И кушать вкусный завтрак, который приготовила любимая кашка Бутербродики, кофе Какой же завтрак везли Какой же завтрак везли Какой же завтрак везли Друзья, побольше вам романтических моментов Приятного аппетита Шикарно, я бы сказал Ну что, наш день начинается Сегодня у нас также много планов Первое Это нужно испробовать мой новый гидрокайстон Мы поедем кататься на доске С парашютом Буду отрабатывать свои навыки, которые я в Таиланде на тайских каниклах получил После этого пойдем, конечно, в зал потренируемся Погуляем, съездим В общем, будем развлекаться Ну все, поехали на море Ну все, поехали на море Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МОТОВ ВОДПИШЕВЛЯ ДИНАМИЧНАЯ МЕЛОДИНО Сейчас это прекрасный ВОДПИШЕВЛЯ ДИНАМИЧНАЯ МОТОВ Энери УСОРБ Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Поэтому здесь было слишком комфортно заниматься по емке на картерах. Как хорошо, когда увлечения в парах одинаковые, а именно у нас это фитнес. Кто в зале качается, кто на улице выпады делает, попу качает. Как попа качается? Как попа качается? Да, хорошо сегодня попа качается. Вчера тоже качается. Вчера тоже качается. Что потом пойдем в бассейн поплаваем? Ты ж моя красавица. Еще как настроение? Вообще, каждое утро здесь просыпаюсь, каждый утро в хорошем настроении. Всегда с той ноги встаю. Когда тепло, и светит солнышко, и пальнички вокруг, у меня плохое настроение. Ну ты умничка моя. Сорок минут. Ай, выключилась. Сорок минут. Ай, выключилась. Как приятно осознавать, что силовая кардио у нас сегодня сделана. Давайте посмотрим, сколько я потратил энергии. Не видно. Снимай. Все мокрое. У нас сквозь. Ровно 1200 калорий. Видно. Сейчас 50 тренировка. Сейчас приятные процедуры попало. Вот так будет каждый день. Ну что, мы потренировались, покупались. Что теперь нужно сделать? Поесть. Пойти закрыть белковое углеводное окно. Надо пойти сесть большой кусок вкусного мяса. Или омлета. Или омлет. Ну все. Наконец-то мы добрались. Надо покушать. Это уже раз проголодался. Взяли салатик с курицей, по-моему, жареной. Ну и, конечно, говядина моя любимая с овощами. А у тебя чего? У меня омлет с салатиком. Ой. И салат. Фета-салат. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну что, ребятки, давайте немного покажу виллу, на которой мы живем. Как вы видите, здесь океан, море. И у нас сразу начинается наша вила. Наши лежаки, на которых можно лежать и загорать, наслаждаться и прекрасным чудесным видом. Дальше наш стол, за которым мы завтракаем. Сидишь, завтракаешь и смотришь на океан, на небо, на горы. Здесь барбекюшечку можно пожарить. Осталось только рубля купить. Ну вот, собственно, домик наш. Здесь надо сидеть вечером, чай пить, кофе, даже бокальчик зина пропустить. Здесь тоже пойдет. Это прихожая, объединенная с кухней. Все, что нужно есть. Холодильник, который мы, конечно, затарили едой немного. Вот. Это ванная, плита, собственно. Микроволновка, духовка, там перик, еще холодильники. Это раковины. Все, что нужно, у нас есть. Да. И для спальни. Первая спальня, в которой спят наши чемоданы. Да. И там душ. Ну, так как мы тут вдвоем, соответственно, спальня свободная. Вот. И наша спальня, в которой мы спим. Конечно, мы спим на одну кровать. Если ничего не того. Ну, шкафы. Буквально наши. Ну, в общем, так вот с утра ты просыпаешься. Остаешь, умываешь, чистив зубы. Включаешь кофе. Берешь стакан большой кофе. И уходишь. И перед тобой такой чудесный вид. Идешь. 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 И тут птицы уже тырят твою папайю. Да. Птицы уже все тырят. Берешь, так садишься с кофе и наслаждаешься этим чудесным видом и тырешь кофе. Идем. Чтобы все так жалили. Да. Мы желаем, чтобы все, и каждый, испытал такие эмоции и чувства. Отдыхаем. Готовится на Олимпию. Молодец. Чтоб вы не подумали, мы действительно занимаемся и ходим в зал, Педвизка каждые 5 минут думает о своей подготовке, так что все зашибись. Продолжение следует... Сначала нового дня мы приехали в парк Газела или Касела. Это национальный парк, мне даже бумажку дают, где собраны всякие маврикийские животные, в том числе и не совсем маврикийские, такие как львы. Если повезет, мы сегодня даже с ними плотно пообщаемся. Пойдемте прогуляемся по парку, посмотрим, что здесь есть интересного. Видео называется «Тренер», я больше не могу от тренера трещать. Вставай, у тебя еще один подход. Как тебе гладить? Он жесткий. Чеши меня. Чеши меня, не. У нее зубы, кстати, там. Да, только не надо пальцы сливать. А что, Ксюня, как львы? Львы? Львы как львы. Красивые. Как в Discovery показывают. Ну что, друзья, естественно, войдет. В один из вечеров я должен был сделать барбекю. Я специалист в этом. И, конечно, мы жарим рыбу. Это красная рыба. Здесь. Ну и, конечно, стейки. Бештеки. Такие, как котлеты. Я, как всегда, главный по кухне, по грилю. Очень люблю мясо на гриле. Сегодня у нас будет прекрасный ужин. Ну что, ужин готов. Можно садиться и кушать. Ура, как приятно. На берегу Окей надо покушать. Приятного аппетита. Мы пойдем с газом и приедем. Что, добро утро, друзья. Побывав на Маврикии, конечно, я не могу не отказать себе в удовольствии съездить на Big Game Fishing, то есть на рыбалку, на большую крупную рыбу. Мы сейчас как раз офис приехали. Оплатим ее. Ну, говорят, что здесь вот такие вот. Поймать марлина, это, конечно же, моя мечта, но, если честно, я слабо в это верю, потому что, ну, это очень редкая рыба крупная, всех мечтают ее поймать. Ну, если мы хотя бы пару тунцов сегодня поймаем, я уже буду счастлив. Посмотрим, как сегодня бог рыбный будет благоволить нам или нет. Ну, в общем, посмотрим, что у нас ожидает. В общем, посадили нас сейчас на лодку, сказали, у вас, наверное, большая лодка, мы вас отвезем сейчас туда. Вот наша лодка, по всей видимости. Прежде чем порыбачить, мы решили остановиться и покупаться с дельфинами очень хочется, ведь специальное оборудование какой пуй мне дали, чтобы я не потерялся, где буду плавать. Поэтому сейчас пойдем знакомиться с дельфинами. Фух, классно, поплавали с дельфинами. Ну, и достаточно много, не знаю, пару десятков точно было, они по верху и по низу плавали. И что дотянуться до них нереально. Если они уходят, то уже не догнать. Ну, на самом деле, в живой природе я впервые плавал с дельфинами. Это только в бассейнах разных, в парках, аквапарках. Здесь прям в живой природе такие красивые там переговариваются, что-то с друг с другом. Пищат там. Ну, классно, на самом деле. Ну, а теперь, собственно, поедем на рыбалку с мечтой о большой рыбе, которую, может быть, мы поймаем, а может быть, и нет, возможно. КОНЕЦ Ну, что, вот мы съездили. К сожалению, сегодня удача была и на нашей стороне. Три часа троллинга, полчаса джигинга и ноль. Ах, еще по волнам покатались. Но зато с дельфинами поплавали и в очередной раз китов-пашалотов посмотрели. Так, надеюсь, в следующий раз у меня удача будет сопутствовать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Вот наш отдых подходит к концу, и мы решили заехать в столицу, в Порт-Луи, для того, чтобы посмотреть этот город и пальбоваться этими прекрасными видами. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Что, друзья, вот и заканчивается наша поездка на Маврики. Спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео. Не забывайте ставить лайк. Нам приятно было показать вам, как можно отдыхать и где можно отдыхать. Ну а мы пока насладимся полетом на Airbus C-380. Самая последняя компания на Airbus C-380. Продолжение следует... Продолжение следует...